Всем привет, с вами Олеся, и надеюсь, у вас все в порядке. Я знаю, что по сголовку вы, наверное, считаете, что это все кликбейт, но я вам покажу, что это не так. Как вы знаете, я не часто пишу о рынках, но когда я это делаю, я делаю это очень серьезно. Как вы, наверное, знали из моего предыдущего видео по фондовому рынку, я предупреждал, что несмотря на даже сильное ралли в крупнейших фондовых рынках, имеет место очень серьезное предупреждение о потенциальном падении, корректировке, спаде по рынку. На самом деле, я вам объясню, что значит вот этот график, что потенциально он значит для фондовых рынков, И какие несет сильные предупредительные сигналы, формируя те паттерны и что они значат для рынков на будущие несколько месяцев, а также потенциально, что это может значить и для биткоина. В конце видео я вкратце расскажу о биткоине. Друзья, начнем с графиков, присоединяйтесь. Что ж, друзья, с возвращением. Как вы видите с графика NASDAQ, формирующая отличный аптренд с 2023-го, вот с этих низов октября, имеет отличное ралли. А недавно, я сейчас укрупню здесь этот график, вы видите сами, что май показал отличный результат и для NASDAQ, и для S&P. Аналогично. При этом очень интересно, что некоторые опережающие индикаторы, например, как транспортный индекс DAO, этот индикатор может выступать очень важным опережающим. Так вот, транспортный индекс DAO уже сигнализирует о низах на уровне поддержки в мае. Кстати, это случилось вчера. Но относительно всего NASDAQ показывает довольно уверенные позиции. Особенно учитывая ралли с апреля по май. При этом, вот что интересно. По мере продолжающегося ралли, оно не образовалось на крупнейших фондовых рынках. И благодаря Джейсону Геппарду и Сентиментрейдера, эти графики нам говорят, что, когда два технических предупредительных сигнала образуются на фондовом рынке, в данном случае NASDAQ, есть два важных сигнала или триггера. Это предзнаменование Гинденбурга и синдром Титаника. И перед тем, как поговорить об этих крупнейших предупредительных сигналах, появившихся на рынке 24-го года, давайте сначала объясним, что эти сигналы означают. Эти предупредительные сигналы. Согласно Джейсону Геппарду и Сентиментрейдера, знамение Гинденбурга, оно слева, означает потенциальное ослабление рынка. Когда отрабатывает этот сигнал, он означает разделение в рынке, что не является здоровым. Множественный сигнал, образующий кластер, это предупредительный сигнал. И, кстати, тем, кому интересно, какие критерии для знамения Гинденбурга, тут для вас есть некоторые подробности. Прямо здесь не буду их рассказывать. А поговорю о следующем сигнале, который также появился, и который называется синдром Титаника. О нем Джейсон говорит, что он также сигнализирует о слабости рынка, но он не такой мощный, как Гинденбург. Он говорит о том, что технические состояния рынка недавно были на вершине, после чего образовался внезапный прыжок до нового 52-недельного низа против недавнего верха в NASDAQ. То есть буквально у нас образовался набор из двух важных сигналов, которые появились в этом году, совсем недавно, в 2024-м. И давайте снова вернемся к графикам, спасибо Джейсону Геппорту, и посмотрим, что это значит для рынка, и что происходило ранее, каждый раз, когда появлялись эти сигналы. И причина, почему мы говорим об этих графиках, заключается в том, что первый раз эти технические сигналы, Хинденбург и Титаник, достигли таких высот, чего не было с 2008-го, с июля 2008-го. Спасибо Джейсону Геппорту, Сентимент Рейдер. И вы видите, когда первый раз эти сигналы были на такой высоте, до этого было 40 лет назад, в 89-м году. И вы видите, что произошло с фондовыми рынками, на самом деле, с NASDAQ. Он рухнул вниз. Вы здесь видите сами, с 1990-го образовалось очень большое падение для рынка NASDAQ. А еще в 1999-м, я уверен, помните, что перед 2000-ми, перед тем, как лопнул пузырь доткомов, образовалось огромное падение после того, как появились сигналы Гинденбург и Титаник. А еще это происходило в 2007-м году, прямо перед крахом 2008-го. Как вы видите здесь вот эту синюю линию, она очень резко пошла вверх, прямо перед крахом 2008-го, который появился вот здесь. И совсем недавно, за последние 10-15 лет, вот прямо здесь, в 2015-м, этот сигнал поднялся до 37-ми, и он появился прямо перед крупным спадом вот здесь у NASDAQ, а также в целом фондового рынка. Я думаю, в то время, в 2015-м, большинство рынков упало около 10%, по крайней мере. А еще он образовался в 2019-м. Прямо здесь, посмотрите, это технический сигнал. Я уверен, вы помните, этот сигнал появился прямо перед коронадампом, крахом во время пандемии вот здесь, перед тем, как образовался крупнейший спад в фондовом рынке. И посмотрите здесь, совсем недавно такой сигнал появился вот здесь, несколько недель назад. Сейчас мы на самом высоком уровне для этих показателей Гинденбург и Титаник, чего не было с июля 2008-го. И это то, где мы с вами сейчас находимся. Так что же все это значит? Мы с вами видим очень сильные признаки слабости рынка, чего все остальные не видят. Вот почему нужно проявлять внимательность к этим сигналам. Ведь в прошлом, каждый раз, когда образовались такие сигналы, у нас появлялись очень сильные признаки увеличивающегося риска, риска потенциального спада для фондовых рынков. И с этим нужно быть очень осторожным. Итак, возвращаясь к нашим графикам рынка. В общем, я не думаю, что мы прямо сейчас увидим крах в рынке. Как я объяснял это все ранее, я думаю, речь про вероятность, что мы можем увидеть коррекцию или просто какой-нибудь крупный спад. Потенциально. Для того, чтобы протестировать предыдущие уровни, например. Вот, возможно, что NASDAQ вот здесь может поехать вниз и заполнить гэп. Вот здесь. Мы с вами здесь видим, что остался гэп прямо тут, в диапазоне 17 тысяч. Или потенциально мы даже можем спуститься и сделать ретест низов апреля и мая. Это также возможно, и об этом нужно помнить. В общем, для NASDAQ есть очень большой потенциал съехать ниже и, конечно же, других крупнейших фондовых рынков, например, S&P. Учитывая, что они оба коррелируют, так что в конечном итоге, с учетом информации, которую мы с вами видим, сигнала Генденбурга и синдрома Титаника, предупреждающих сигналов, нам следует внимательно смотреть и осознавать потенциальный риск на следующие пару недель, особенно помня, что июнь обычно является довольно слабым месяцем. Месяцем с негативными результатами. Так что повторюсь, хоть это не означает, что мы определенно поедем вниз из этих сигналов, риск уверенной сильной коррекции на следующие пару недель есть. Но лично я считаю, что к концу года мы все-таки увидим более высокие уровни. Я думаю, это более вероятно к концу года. Где-то в ноябре-декабре мы можем увидеть новые исторические максимумы. Но в краткосроке, в несколько следующих недель, я думаю, нам нужно быть очень осторожным, допуская рост риска съехать ниже. Ну что же это значит для биткоина? Знаете, я на самом деле не знаю, что это значит для биткоина. Ведь даже несмотря на корреляцию биткоина и фондовых рынков, эта корреляция не составляет 100%. Но все-таки считаю, что если фондовый рынок все-таки поедет ниже, что мы ранее видели после образования этих крупных предупредительных сигналов, это потенциально или даже возможно может оказать дополнительное давление на биткоин. И в целом крипто. Посмотрим, это не определенность, это не гарантия, это все вероятности. Так что нам нужно соблюдать осторожность и быть очень аккуратными, понимая, что для биткоина есть также потенциальный риск. Повторюсь, это не 100%, но есть риск. Что ж, ребят, большое спасибо, что были со мной. Большое спасибо ребятам с Crypto.com за оперативный и качественный перевод. Так что, если вам зашло, поставьте лайк и подпишитесь на канал, нажав колокольчик, чтобы не пропускать ничего интересного. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok